Новый ультрабюджетник от Redmi обещает стать одним из самых хитовых смартфонов начального уровня. Он предлагает пользователям мощный аккумулятор с быстрой зарядкой, невиданный в этом сегменте порт Type-C и современный дизайн, выделяющий новинку на фоне сравнимых по цене конкурентов. А что же со всем остальным? Сейчас всё и узнаете, но для начала подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Новинка значительно увеличилась в сравнении со своим предшественником. Экран подрос с 5,45 до 6,3 дюймов, ширина корпуса с 74 до 75,4 мм, а вес со 150 до 188 грамм. Это крупный и достаточно увесистый смартфон, который по габаритам вплотную приближается к Redmi Note 7. 8A воплощение практичности, он выполнен в полностью пластиковом корпусе и это тот случай, когда разработчиков можно лишь похвалить. Китайцы использовали шероховатый матовый пластик с рельефной поверхностью, он приятный на ощупь, не царапается, не скользит и почти не собирает отпечатков пальцев. Смартфон получился ухватистым и можно пользоваться без чехла, который пришлось бы надевать на какой-нибудь царапающийся глянцевый обмылок, тем самым дополнительно увеличивая его габариты. Единственное нарекание в плане практичности вызывает отсутствие светодиодного индикатора уведомлений, из-за чего приходится каждый раз включать смартфон, чтобы узнать о пропущенных звонках или сообщениях. Стоит признать, что в плане дизайна Redmi 8A сделал большой шаг вперед в сравнении со своим предшественником. За счет относительно небольших рамок и каплевидного выреза он выглядит как современный смартфон, а не откровенный бюджетник, коим смотрелся 7A. Еще бы неуместный логотип производителя с подбородка убрать, вообще была бы красота. По качеству сборки никаких претензий, ничего не скрипит, не люфтит и не прогибается. В руке девайс ощущается как монолитный кирпичик. Пожалуй, главным нововведением в Redmi 8A относительно предыдущего поколения стал трендовый вытянутый дисплей с каплевидным вырезом. Рамки тут лишь незначительно толще, чем у бестселлера Redmi Note 7 и это отличный результат для столь дешевого устройства. В смартфоне используется вполне приличная IPS-матрица с HD+, разрешением, которая не заставляет глаза страдать даже после дорогостоящих флагманов с OLED-экранами. Углы обзора тут в пределах нормы. Изображение четкое, с рабочей дистанции нет ни малейшего намека на пикселизацию. Запаса яркости хватает для комфортного использования телефона днем, а баланс белого можно при необходимости поправить в настройках. Хотя и по умолчанию с цветопередачей у смартфона все хорошо. Redmi 8A лишен сканера отпечатков пальцев, который имеется у старшей модели Redmi 8. Назвать это критичным минусом смартфона я не могу, поскольку у него есть отлично работающая разблокировка по лицу. Скорость срабатывания Face ID достаточно высокая. А тем, кто к такому не привык, могут по старинке использовать пин-код или графический ключ. Redmi 8A не получил никакого прироста производительности в сравнении со своим предшественником. Сердцем смартфона является все тот же восьмиядерный Snapdragon 439. Главным моментом тут является отсутствие троттлинга. Процессор 8A сохраняет стабильную производительность при продолжительной нагрузке. На звание геймерского смартфона девайс не претендует, но при желании вы сможете поиграть на нем в самые актуальные игры. Такие тяжелые тайтлы как PUBG и Call of Duty Mobile запускаются и нормально работают на низких настройках графики, без критических просадок по частоте кадров на протяжении всего игрового процесса. Спустя 30 минут игры корпус телефона остается еле теплым, а температура процессора повышается до 46 градусов. В плане быстродействия при повседневном использовании Redmi 8A не разочаровывает. Да, он не так шустро грузит приложение, открывает клавиатуру или переворачивает экран в горизонтальный режим, как более дорогие устройства, но в целом смартфон работает хорошо. Анимация интерфейса, прокрутка страниц в браузере или приложениях и другие основополагающие моменты отрисовываются плавно. В камере есть некая путаница. Большинство могло подумать, что здесь установлена точно такая же камера как и в Google Pixel 3. Отчасти это правда, но устанавливается она только в смартфоны для индийского рынка, а в остальном мире девайс комплектуется сенсором AMX486. При хорошем освещении 8A делает неплохие снимки с приятной цветопередачей и достаточной для данного класса детализацией. С учетом цены смартфона придраться можно лишь к динамическому диапазону. В контрастных сценах небо часто выбивает сплошное белое пятно, с чем помогает бороться режим HDR. При ухудшении условий съемки качество фотографий заметно падает, снижается четкость, теряется контрастность и насыщенность цветов, а автоматика то и дело норовит установить слишком маленькую выдержку, из-за чего при искусственном освещении снимки частенько выходят смазанными. Но благо некоторые из этих проблем можно решить Google камерой. Несмотря на отсутствие второй камеры 8A умеет снимать в портретном режиме. Он тут конечно не идеален, но иногда выдает неплохое размытие даже при недостаточном освещении. Фронтальная камера смартфона также поддерживает HDR и портретный режим, но по качеству селфи выходят откровенно средненькие. Redmi позиционирует свою новинку как один из лучших бюджетных смартфонов по автономности и в этом плане 8A ни разу не разочаровывает. Его практически нереально разрядить за сутки. В зависимости от интенсивности использования вы будете получать 2 или 3 дня работы на одном заряде. Как разряжается смартфон? Час воспроизведения видео минус 7%, 30 минут игры в PUBG минус 6%, а саморазряд за ночь составляет всего 2%. В общем устройство работает долго и не менее долго заряжается от комплектного 10-ваттного адаптера с 5 до 100% за 3 часа и 5 минут. Смартфон поддерживает быструю зарядку 18 Вт, так что при покупке соответствующего адаптера данный процесс можно сократить более чем на час. По итогам использования девайса могу сказать, что Redmi 8A оставляет после себя исключительно положительное впечатление. Если ваш бюджет на покупку смартфона ограничен в пределах 8000 рублей, можете смело брать. Не разочаруйтесь, это хороший выбор для нетребовательных пользователей, которым нужен долгоиграющий телефон для общения, просмотра видео и интернета. А приобрести этот замечательный смартфон вы можете в нашем магазине sibdroid.ru и помните о промокоде, который даст вам скидку при покупке любого смартфона. Также подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. Для вас этот обзор подготовил я, Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч, друзья!